Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Марина Тихонова, директор медицинского центра «Вера». Расскажите, как давно работает ваш центр и чего удалось достичь за эти годы? Наш медицинский центр работает уже более 20 лет, но главное достижение – это доверие наших пациентов. У нас нет агрессивного маркетинга, мы не навязываем свою услугу. Пациенты приходят друг от друга, и это очень важно и приятно для нас. Расскажите об основных направлениях, которые используете в работе. У нас метод рефлексотерапии, метод суджоктерапии, мы лечим ожирение, метод герудотерапии, лечения пиявками и мануальная терапия. Одно из направлений мануальной терапии – это кинезиотерапия. Вы используете суджоктерапию. Расскажите, какие эффекты даёт данная методика? Метод суджоктерапии – это прекрасно зарекомендовавшая себя методика. Уже более 20 лет мы её применяем в нашем медицинском центре. Это северокорейский метод, микроиголочки, которые ставятся на пальчики рук, на пальчики ног. Метод очень эффективный. Мало того, что этот метод убирает аппетит, а это очень важно для похудения, этот метод ещё гормональный фон восстанавливает. Восстанавливает до такой степени, что у больных с сахарным диабетом второго типа приходит в норму сахар. Гормональный фон приходит в норму, и щитовидная железа тоже приходит в норму. И человек постепенно худеет. Эффект действительно очень хороший получается. Сколько, например, может потерять человек килограммов за сутки? У этого метода всё-таки отсроченный эффект, но мы можем говорить о том, сколько потеряет за сутки. За сутки, как правило, уходит от полутора килограммов. Но нужно понимать, что это ушла вода. Первый вес, который уходит – это вода, которая застоялась в межклеточном пространстве. За месяц могут потерять, в зависимости от первоначального веса, от 3 до 19 килограммов. Когда приходит очень тучный пациент, естественно, в процентном соотношении там это не так много для него, эти 19 килограммов. У нас бывает и по 180 килограммов пациента, и по 150. А вот отсроченный эффект у сутжок очень хороший. В отсроченном эффекте в течение полугода, и вообще основной вес уходит с 3 по 6 месяц после сутжок терапии, и может потерять и до 50 килограммов. Был мужчина, который у нас 80 килограммов потерял, и это не единичные пациенты. Сейчас весь мир находится на самоизоляции по коронавирусу. Расскажите, ожирение как-то влияет на иммунитет человека? Действительно, теперь уже есть данные, и доказано, что больные с ожирением гораздо тяжелее. которые переносят вирус, чем люди с нормальным весом. Больше осложнений у тех пациентов, у которых ожирение. Во время сутжок терапии, как я понимаю, ставится игла. А какие ощущения испытывает пациент при этом? Причем не одна иголочка ставится. Это микроиголочки, которые на пальчики рук и на пальчики ног ставятся. Одновременно еще микроиголочки ставятся на ушко, чтобы сразу пропал аппетит, и чтобы человеку комфортно было худеть. Я не могу сказать, что это приятное ощущение, но сказать, что это очень больно – нет. Иголка ставится с помощью специального пружинного инъектора, то есть она мгновенно входит в ткань, и пациент легкий дискомфорт, наверное, испытывает. Но когда он видит, какой эффект от этих волшебных иголочек, то весь этот дискомфорт, естественно, проходит. А сколько примерно сеансов требуется, чтобы достичь нужного эффекта? Как правило, делаем 8-10 сеансов. В течение месяца проходит, два раза в неделю у нас пациенты ходят, и потом идет отсроченный эффект. Но если человек тучный, если вес очень большой, больше 130 кг, как правило, через 1-2 месяца мы приглашаем на повторный курс. И вот здесь, конечно, очень хорошие результаты. А как врач помогает перестроить питание? На первом сеансе очень подробная консультация по питанию. Только нужно понимать, что это не убрали еду. Это, наоборот, помогли человеку понять, как разогнать обмен веществ. Как это ни парадоксально, разогнать обмен веществ можно только, если мы начнем дробно питаться. То есть не забывать про прием пищи. Если вы едите только завтрак, съедаете только завтрак и ужин, вот этот интервал времени, который остается между приемом пищи, организм пугается за это время, что его не накормили, он притормаживает обмен веществ. А нам его нужно разогнать, потому что похудеть нужно. И врач очень подробно объясняет, как правильно построить питание. Оно должно быть дробным. Как правило, пятиразовое питание. Это не значит, что каждый раз у вас трапеза, вы обязательно должны сесть за стол. Мы пациентам говорим, что даже если вы в пути, возьмите с собой горсточку орехов или возьмите с собой яблоко. То есть какие-то снеки всегда у вас в сумке должны быть. Но большинство наших пациентов придерживаются этих рекомендаций. Когда человек сидит на диете, он испытывает стресс от того, что он недоедает. А вот данный метод как себя зарекомендовала? Ой, чудесным образом зарекомендовала. Я даже по себе знаю, как работает эта методика. Есть, во-первых, не хочется. Во-вторых, огромный плюс этого метода, что очень быстро идёт насыщение. Насыщение идёт настолько быстро, что ты начинаешь трапезу, и у тебя чувство, о, я уже наелся. Переесть невозможно. И это происходит благодаря вот этим суджоковским иголочкам. Поэтому очень комфортно на них худеть, легко на них худеть. Не нужно себя переламывать, не нужно заставлять себе там что-то, чего-то не есть. Тяга к сладкому на этом методе пропадает. Насыщение, я уже поговорила, идёт быстро. И невозможность есть жирное. От жирного тошнит. Кстати, от алкоголя тоже тошнит. Как я понимаю, метод помогает снизить аппетит. А есть ещё какие-то положительные нюансы? Действительно, у этого метода очень много положительных эффектов. Эта методика снижает артериальную гипертензию. Поэтому для пациентов с высоким давлением, ну, это просто, если не панацея, то однозначно очень большая помощь. Я уже говорила, что уровень сахара у больных с сахарным диабетом снижается. Уже к половине, через половину сеансов сахар стремится к норме. Кроме того, сон восстанавливается. Только положительные эффекты. Ещё один замечательный эффект. Вот он сейчас очень важен. Очень многие после того, как вот достаточно мощно с экранов идёт, что вот такой тяжёлый вирус, тревожно-депрессивный синдром развивается до панических атак. Это не голословно, я утверждаю. К нам стали обращаться пациенты с этими проблемами. Так вот, при постановке иголочек мозг начинает активно вырабатывать эндорфины. Это морфин-подобные вещества. И человек успокаивается, уходит тревожный синдром. А раз уходит тревожный синдром, он перестаёт заедать. Вот. То есть это один из плюсов. И ещё много энергии появляется. Причём интересно работает суджок-терапия, что днём много энергии, а вечером, наоборот, идёт седация, очень выраженный седативный эффект, и человек абсолютно спокойно спит. Какие ещё методы вы используете для лечения пациентов? Я знаю, что у вас есть герудотерапия. Ну, что касается герудотерапии, это тоже чудесный метод. По своей сути, пиявка является биологическим шприцом. Она содержит достаточно много биологически активных компонентов, которые многогранно влияют на организм. Это и противовоспалительный, и обезболивающий, и противоотёчный эффект. Секрет пиявки омолаживает на клеточном уровне. Человек тоже хорошо себя чувствует. А что касается основных направлений, при которых применяется герудотерапия, это посттравматические осложнения, особенно когда очень выражен отёк, это варикозное расширение вен, гипертоническая болезнь – это та проблема, с которой больше всего у нас пациентов. Давление нормализуется, и хватает этого эффекта. Даже у тех, у кого очень здорово подскакивает давление, не менее чем на полгода. По факту, такие пациенты раз в год к нам приходят на герудотерапию. Это тромбофлебиты, это заболевания суставов, это головные боли. На самом деле, показаний для лечения пиявок гораздо больше, чем противопоказаний. Я бы сказала, что противопоказанием для герудотерапии является только несвёртываемость крови. Потому что у тех пациентов, у кого низкое давление, им просто поменьше пиявок ставят. И сосуды приходят настолько в тонус, что через месяц-полтора пациент понимает, что у него давление совершенно нормализовалось. А каких пиявок вы используете? Некоторые пациенты волнуются. Одноразовые они или многоразовые? Пиявки всегда одноразовые. Пиявки все сертифицированные. Мы привозим с биофабрики. И после того, как пиявочка отработала, мы её уничтожаем, к сожалению, в растворе хлорамина с нашатырём. Поэтому те, кто боятся, что используют пиявки многоразовые, пускай даже не боятся, пускай приходят. Всё правильно мы к пасанпину уничтожаем. А шрамы не остаются от пиявок? Очень маленькие. А потом заживают? Они заживают, конечно. Они бледнеют, их практически не видно. А что такое кинезиотерапия? Как она работает? Ну вот уже больше 20 лет у нас работает Новиков Андрей Анатольевич. Это очень опытный кинезиотерапевт. Он занимается прикладной кинезиотерапией. Больше всего, конечно, всё равно идут пациенты с проблемами с позвоночником, с хондрозами. Но он берёт из внутричерепной гипертензии. Он берёт детей маленьких с неясной аллергией. По мышечному тестированию можно определить, какие продукты ему не подходят. Бывает, что мамочки целую сумку приносят продуктов, и мышцы сами отвечают, какой продукт не подходит. Вот выглядит это как некое шаманство. Однако эта методика уже давно имеет место быть. Она достаточно эффективная. И те, кто обращался, знают, что она действительно помогает. Получается, что кинезиотерапия – это, по сути, мышечное тестирование. Вначале выполняется, а потом уже даются рекомендации. Вы в какой-то мере правильно говорите. Потому что, когда приходит на первичный приём пациент, доктор начинает диагностику именно с мышечного тестирования. Считается, что мышцы всё про нас знают. Ну или подсознание наше всё про нас знает. И вот с помощью определённых манипуляций, когда врач смотрит, как мышца ответила, он понимает, где проблема. И ему гораздо легче уже эту проблему убрать. И с детьми вы работаете? И с детьми мы работаем. Во-первых, сейчас дети с ожирением тоже идут. Уже с шести лет дети дают поставить иголочку. Поэтому можно приводить с детьми с анурезом, с заиканием. А с анурезом полностью у детей проходит эта проблема. Расскажите, где вас найти и куда можно обратиться по телефону? Мы работаем в Рязани. Наш офис находится улица Полонского, 19, корпус 1. Наш телефон 24 10 50. Обращайтесь, приходите. Сейчас, когда все насиделись дома на самоизоляции, я знаю, что многие прибавили. Это методика комфортная. Я имею в виду лечение ожирения. И мы действительно сможем вам помочь. Спасибо. И на этом наша программа подошла к концу. Всего хорошего. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова